Участников диктанта в 17-й школе приветствовали глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова и житель блокадного Ленинграда Галина Лукьянова. Ольга Викторовна отметила, что День Победы – это значимый и волнующий праздник для каждого жителя нашей страны, и что долг каждого из нас окружить поколение победителей заботой, сделать их жизнь достойной того подвига, что они совершили на полях сражений и в тылу. Галина Борисовна вспомнила тяжелые военные годы и время блокады Ленинграда, которая длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В завершении своего выступления Галина Борисовна пожелала всем мирного неба и счастья. После торжественного приветствия участники акции просмотрели прямую трансляцию с Поклонной горы в Москве. Диктант Победы организован в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышения исторической грамотности. В данной акции смогли принять участие все желающие. По форме диктант – не классическое написание текста под диктовку, а тестовые задания, состоящие из 20 вопросов. Все задания связаны с историей войны, ее героями и Днем Победы. Победители определят на трех уровнях – муниципальном, региональном и федеральном. Критерии оценки просты – максимальное число правильных ответов за минимальное время. Все победители диктанта Победы получат призы, а победителей федерального уровня пригласят в качестве гостей на военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве на Красной площади в мае 2020 года.